Думаю, мне нужно побеседовать с господином Козлиной. Ты хотел сказать Кузлиной, да? Нет. Ну, удачи вам, мальчики. Ага. Всем здарова, ребята, с вами Витёк, и это Дэвил Затон и... Адвокат Дьявола. Проще говоря, мы с вами тут машину получили. Ну так, подарок. Но все это вы видели в прошлой серии, поэтому что я вам рассказываю. Также у нас есть самые классные апартаменты в местном городе. Ну и, конечно же, наш собственный офис. В который мы, наверное, сейчас пойдем и будем немножко кого-то защищать. Дэнни Лакроссе. Дэнни обвиняют в нападении с применением запрещенного приема, который принес ему победу в финальном раунде престижного турнира по карате. Дэнни говорит, что он просто следовал инструкциям сенсея. Это, случайно, не из фильма там, где... Как он назывался-то? Карате пацан, что ли? Какое-то название такое странное. Ну ладно. Вы мне сейчас все расскажете. Я более чем уверен, что вы-то все знаете этот фильм. Я-то уже суперстар, как говорится. Уже и не помню всех фильмов, сюжетов, которые я видел. Поехали в суд. Я еще сегодня немножко соплю как-то странно, так что не обращайте внимания. Роджер, как я рад, что у тебя снова все в порядке с волосами. Да, это была плохая идея. Давайте начинать заседание. Конечно. Значит, мой клиент выиграл чемпионат благодаря его суперудару. И теперь все пытаются его дисклалифицировать. Разве вся суть карате не в том, чтобы бить друг друга? На самом деле это произносится как карате. И в нем гораздо больше смысла. Это не просто драка. Да, нет там никакого смысла. Карате заключается в сражении с доблестью, в подавлении противника с помощью ловкости, силы рефлексов и настойчивости. Мне кажется, вы сейчас говорите про профессиональный рестлинг. В профессиональном рестлинге нет доблести. Это тупой театр для узколобых. Вообще-то это общественный факт, что профессиональный рестлинг намного круче, чем карате. Только драки так думают. Ну, по крайней мере, в профессиональном рестлинге люди не пытаются дисклалифицировать победителя. Ну, что ж, может... Это... Я не прочитал. Что? Вы хотите сказать, что матчу причем... Хе-хе-хе, если не договорные, разве это не очевидно? Да, вы правы. Это довольно очевидно. Значит, карате все-таки круче. Нет, даже не близко. Э-э-э... Ух ты! Чё это такое? Погоди, чё-то новенькое, погоди. Защита свидетелей! Урон по свидетелям снижается на 2. Что-то новенькое, ребята! Новая механика в игре! Вау! Я забыл предупредить, что я сегодня еще немножко не в себе, поэтому... Буду плечами дергать непонятно как. Под музыку. Хоч, хоч, хоч! А еще иногда к нам будет мой маленький друг заходить. Наверняка я сейчас вот один раз зашел и больше не приеду. Придет, сто процентов. Так, э-э-э... Получается, нам надо защиту сначала срубать. Иначе как? Или нам надо на 5 бить? А, можно ударить на 5! Действительно! Действительно! А я могу! А если я двух свидетелей устраняю, то остается только улика! У-у-у-ух! Решение найдено! Господа! Я сегодня буду как Макс Макман. Он классный! Прическа его я себе сделать уже не смогу, конечно! Но... Но... Его стиль мне нравится. Низкий голос. Кстати, он мне сегодня ниже, чем обычно. Вы заметили? Прощай, свидетель! Детка! Ну-ка! Еще разок! У-у-у! Прощайте все! Ну и улика остается. У нее совсем мало повреждений. Мы можем даже немножко ее подтасовать слегка. Ну, а на следующий ход ее чпокнем. Это все, что ты можешь? Нет, я могу еще и полечиться. Э-э-э... Экспертный анализ. На! На! Витя, твой платочек круче его прически. Это не платочек. Это бандана! Вырубаешь защиту и по свидетелям. Зачем, если защита сама уйдет, когда свидетели не останется? О-о-о! Я забыл прочитать, что было написано в газете! Черт побери! Это все вот безбашенные донаты, которые присылают вот на тысячу рублей. Они просто весь мозг вышибают из головы. Я становюсь забывчивым и впечатлительным. Вот. Стрелку кинул, можно играть дальше. 4-300, ребят. Давайте вспомним, что мы хотели сделать. Мы хотели с вами дойти до тирады. Чтобы дойти до тирады, нужно приобрести себе пару-тройку улучшений. Городские огни. Раз. Мечта Мандарина. Ой, Мандриана. Два. Кошачья лоханка. О-о-о! Лихорадка! О-о-о! Котища пришел! Мы как раз про тебя лохатку... Лохатку. Все. Лоханку отсюдаем твою. Поддержал на 250 рублей со словами. Мяу-мяу. Так, что тут еще? Красный сокол. Это что такое? Телевизор. Это телевизор. Мега-лазер. Мне, кстати, сказали, что... Ммм. Вот этот вот мега-лазер. Это ачивка какая-то. Окунитесь в захватывающий дух межгалактическую войну прямо в вашей гостиной благодаря современной графике и звуку. Видимо, придется мега-лазер купить. Но не сразу. Но не сразу, ребята-ребята. Городские огни. О-о-о! Красота-то какая-то. Лепота. Слушай, мне чуть-чуть на мандарин не хватило, а? Вот прям капелюху. Так, а в соседней комнате что? О! Красная помада, ребята. Берем. По-моему, классная кроватка. Вместо койки-то, а? Вот еще что-то мы... Мэппл-то нашу с Юзан приведем. По-моему, ее так зовут, да? Ну, какая разница? Зато три подушки. Можно даже двух девчонок провести, и они как бы не в обломе будут. Ох, о чем я сейчас мечтаю? Господи, боже мой. Так, что там у нас с профилем? Тирада. До тирады реставалось, ребята, единичку. Единичку взять до тирады. Прикольно. Значит, 3000 копим, и у нас появляется супер-пупер-мега-удар. О, опять он. Опять Ози Осборн. О, я, кстати, не прочитал, что там, обвинение какое. Есть у него такой забывчивый? Ну, значит, ваш клиент записал секретные послания о своих песнях, которые можно услышать только если воспроизвести запись заданно наперед? Да, но я уверен, что Стинг делает то же самое. Стинг бы никогда такого не сделал. Воу, полегче. Эй, мне кажется, что вам начал нравиться Стинг с момента нашей последней встречи. Помните, он его Стинга застал слушать? Ну, у меня поначалу были сомнения, но затем мне стало интересно. Послушав пару песен, мне стало понятно, что мне очень нравится. Это как будто бы музыка напрямую попала в ваше подсознание, да? Дарк Ангел, спасибо. Эй, именно. Дарк Ангел поддержал на 300 рублей со словами. А вот и Ангел прилетел. Всем ангельскую ауру даю бесплатно за лайк и донат. Песенка на перерыв, чарушь, 40. Не виртуру бачк, если можно. Вот это сейчас такой фейл был в конце. Про, про греб без одежды. Так. Повышает урон плюс 8 для всех свидетелей. А. Учитесь. Вот сейчас Пиеричный вброс будет, смотрите. Пока. Пиеричный вброс. Ааа. За счет. Не зря я взял обратную психологию. Прям. И круто. Так. У нас осталась улика. Которая мы, собственно, тоже очень легко и просто сейчас чпоком. Блин, за один раунд победа. Победа за один раунд, господа. Офигеть. Офигеть. Такого не было давным-давно. Опа. Судебный слэм. Полная перемотка в деле об аудиозаписи. Я чувствую, что мы движемся вперед. Я тоже. И все. Быстро. Вау. Дэйв Ли. Маргарит, кстати, против нас. Она тоже легко убирается вот этим чпоком. Дэйв занимался программой по переселению тропических листов. Лисов. Переселению тропических лесов. Да, я все правильно прочитал. Однако на него начали поступать жалобы, когда люди помимо растений начали обнаруживать в своих посылках животных и все остальное. Что? О чем это он? Думаю, что у вашего клиента были благие намерения, связанные с его программой переселения тропических лесов. Но даже если бы мне захотелось бы пожертвовать деньги, я точно не думаю, что они бы вырлиться, и отправили бы его мне вместе с лесными животными и так далее. Ну, я думаю, что это великолепная идея. Одна... Другой парень получил гигантскую летучую мышь. Это же круто, нет? Да, пожилая женщина получила 10-метровую анаконду. Ну, не всем же должны везти, да? Ну, что ж, ваш клиент, по-видимому, заработал приличный денег. Я правда не понимаю, почему люди так расстроены. Когда они усыновляют ребенка, они хотят получить ребенка. Но когда они усыновляют лес, они не хотят получить лес? Вы, случайно, не усыновили? Нет. Нет, почему вы спрашиваете? Просто вы совсем не похожи на вашего отца. Вы знаете моего отца? Ну, есть отец? А, ну да, у него есть отец. Он, наверное, лучший прокурор в городе. Да, но для этого особо ума не нужно. Думаете, что вам удастся его победить? Что? Конечно, я смогу его победить. Ну, зачем? Интересно. Что вы имеете в виду? Ничего, Макс. Хорошо. Что-то намек. Так, мы что, с моим отцом, что ли, будем потом в конце сражаться? Или она сейчас его приведет, да? Хорошо. В смысле, плохо. Ну, нормально. Так, ну, в принципе, смотрите. Ну, Маргарет можно сразу не убивать. Ее можно немножко поспать положить. А на следующий ход, ну, просто как бы возражение меньше оживет энергии. Поэтому вырубаем. Так, все улики за раз я как бы вырубить не смогу. Поэтому, мне кажется, эксперта надо все-таки... Хотя, подожди. Так, погоди. Сейчас повышение самооценки остается 6. Так, экспертный анализ. А не факт, что еще уничтожу. Не, я все улики не смогу. Не, все улики не смогу замочить. Ну, ладно, давайте тогда экспертом займемся. Оооо... 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 Ооооо... Жесть. Ну, такое невезение. Ладно, хрен с тобой. Че делать-то? Давай низкий голос пока прожмем. Сейчас мы, конечно, получим Но ничего Нормально, терпимо Другое дело, что мы сейчас за второй раунд Не сможем с вами победить полностью Потому что на Маргарет надо слить вот эту штуку Эй Эй Так, у нас с вами максимальный урон поражат Дальше Нам нужно с вами сделать Очень простой Экспертный анализ Да, но только экспертный анализ Нужно с повышением самооценки сделать А зачем? Мне кажется, я сейчас ошибку совершил, да? А я сейчас ошибку совершил Ладно Мой косяк Ладно Мой косяк личный Мой личный косяк Никого в нем не обвиняю Фиг с вами Привет, Витя Пишут в чате Привет Привет, мой маленький друг Нам надо с вами успеть всех завалить Иначе мы останемся неудел Трешку сюда Что-то нифига не успеваем Ребят, не успел Ну, это из-за своей ошибки Сам накосячил Поэтому и не успел Ну, у нас есть еще шанс 33% успеть Я им попытаюсь воспользоваться Ну, в принципе, 33% Не такой уж маленький шанс Макс Макман спасает Тропический лес Это возмутительно Хороший соус Не понял Что за соус Клифф Миллер Сотрудник Mighty Burgers Клифф обвиняется В корпоративном шпионаже За кражу рецепта Их секретного соуса Клифф утверждает Что он лишь взял его Чтобы устроить барбекю Интересно Вы, клиент, украли Сверхсекретный рецепт Соуса у Mighty Burgers На самом деле Он просто позаимствовал Его для вечеринки с барбекю И, если честно Там все равно Че-то там фигня какая-то Я отвлекся на донат уже Спасибо тебе, Дима У меня, говорит, до сих пор Не хватает одного ингредиента Может быть, это тухлая рыба? Это последний ингредиент? Да Разве вы об этом не знаете? В этом нет никакого смысла Разве соус из-за этого Не будет на вкус как Рыба? Ладно Можете мне не поверить Что ж Ну тогда, наверное, я попробую это Спасибо Не за что Надеюсь, вам понравится Подождите, что это было? Что? 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 Вы сейчас усунгнулись? Нет Нет Вам показалось? Тогда ладно Вот тролли, а Он еще и тролль, ребят Хороший соус, да? Так, тут у нас Джек Бурбон Так Угу я не думал что здесь какие-то проблемы на дальше возникнут хотя кто его знает допрос не нравится горит очень плохо что дальше 2 очка ребят гипноз на джека тут какая разница погоди но мы можем его а ну какая разница действительно 0 улика только продамажит итак там четверка ребят если честно по моему даже обратную психологию на него можно слить ну потому что как бы четверку вынести за 4 маны я по-другому ты не смогу никак со стопроцентной вероятностью вот а улику мы сейчас повышенной самооценочкой и экспертным анализом на стопроцентный шанс сладкий приговор в деле о соусе зато у меня теперь есть секретный рецепт ага стухлой рыбой молодец так 3 800 ребята сейчас мы с вами отстраиваем себе мечту мандарина господин материализм тирада супер что тут еще осталось кошачья лоханка мега лазер так две дэшки до дэшки и чтобы до судебной драмы дойти нужно буквально будет еще одну дэшку где-то взять но видимо где-то в машине возьмем по если там такое есть должно быть по моему было так новая порция людей опять он этот душе который который козлина кузлина козлина но давай посмотрим что ты нам в этот раз расскажешь роб волкер роб волкер роб волкер знакомое что-то роб получал много жалоб от клиентов на его таблетки для мгновенного похудения роб утверждает что несмотря на то что его таблетки это просто плацебо это самое сильное плацебо на рынке самая сильная плацебо или плацебо отправили кстати плацебо 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 в английском плейси болда а вот в русском по моему плацебо роб 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 ладно эй макман помнишь как я говорил что мы еще посмотрим кто будет спасли ну да конечно значит ходят слухи что тебе нравится с юзем apple это так да она вроде как ничего я сводил это свидание в очень приличный ресторан серьезно с трудом это верится что ж ты как я думаю мы начали целоваться прежде чем она при нам принесли еду что а потом я заставил заплатить за ужин и она поехала на такси домой что ты об этом думаешь а сейчас я тебе покажу о да покажи на что ты способен макман а ты смотри это этот этот козлина значит я ребят не ругаюсь это его фамилия этот козлина значит ну ты козлина но в принципе здесь напрашивается один вариант тирана тебе в нос шутка пока айга за скилл тупая забил вот так вот ребятки ну что дэвида душе мы тоже можем вырубить низкий голос плюс тирану только один раз у любому оппоненту то есть можно и в улику стрельнуть попробуем на следующий ход а низкий голос и конечно же перекрестный допрос каулики улики улики что улики а что я могу и улики сделать а ничего не могу сделать улики могу проанализировать ее ну какая улика интересная а смотрите тираду можно против улику использовать классно обмотюкал таблетки они испарились продавец таблеток обошелся без потерь клиент говорит и я скинул такой груз с плеч на 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 вот она ну наконец-то ребята мы ее с вами откопали сьюзен apple роджер менсел майк спенсер у джон до интересно ну что сьюзен мне интересно какая у них сегодня будет перепалочка возможно сейчас макс будет рассказывать и про то как она ходила в ресторан с этим с козлины привет макс как дела привет сьюзен хотел спросить тебя кое о чем и ходил на свидание с дэвидом козлиной что этим новым неприятным прокурором да нет я его боюсь да просто он сказал что вы были на свидание что значит он врет хорошо почему я должен тебе поверить потому что я надеюсь что ты более хорошо помню не обо мне ты права думаю мне нужно побеседовать с господином козлиной я хотел сказать кузлиной да не удачи вам мальчики какой я смешок классный такой блин супер мне такой классный смешок как игра конечно актеров классная ой блин божественно так да ладно неужели слушайте ребят я за них от побеждаю и ты 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 нет удивительные реально побеждаю за один ход офигеть вот что значит прокачка ребята уклонист от налогов избегает правосудия когда это закончится офигеть так 2 980 что-то мы должны были купить с вами по моему да мега лазер черт клейсер корен какой я обзaras привезли как пазад как у Иӣ! Иә! Иә! Уөөөө! Оу, попал! Какая музыка классная! Ту-ту-тура-ту-тура-тура-ты-тура! Ту-ту-ту-ру-туру-тура-ты-туру! А-а! Зачёт! мимо попал чёрт не от мой домик разбили так они скорость поменяли тихо 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 чё такие дерзкие у в корму ему на давай 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 нет первый должен был прийти в другого и здесь а пофиг там уже рушить нечего мои крестики мои крестики в квадрате как что-то с ними делаешь очень не опасны только те кто справа идут пи 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 а если я сделаю а ну наверняка нельзя дождик такой забавный покруче ассасин скрита какого-нибудь последнего так они ускоряются потихоньку тысячи очков уже набил а нет нет пока отвлекался разбили мне еще один дом все просрал 1155 очков ребята хайскор 1337 кстати а мне надо победить надо эти очки 1337 видимо надо их победить а чё зачет а чё классно мне понравилось блин так душевно так замечательно все почти добил а чивка будет горит если все 1337 сделать ой не прочитал в чем дело ладно расстроился что не добил значит ваш клиент продавал свистки для собак которые собаки на самом деле не слышу да похоже что никто не понимает что эти свистки для собак они свистки чтобы вызывать собак для собак зачем собаки свисток чтобы вызывать других животных просто сейчас собаки лают на других животных и пугают их тем самым это глупо как собака сможет воспользоваться свистком знаете собаки очень умные животные они что-нибудь придумают собаки не умные животные конечно же они умные вы что не видели фильм так 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 это же вымысел так вы правда думаете что собака может распутать дело о похищении конечно как я уже сказал они умные животные ладно в таком случае почему люди также не делают машины для собак это ужасная идея собаки не могут водить машину все это знают в общем вот его опять какой-то раскрутил непонятно на чем так дебыть посложнее кстати хотя нет не сложнее нифига не сложнее и но ванба даст ванба даст тирада так 612 нам достаточно 8 значит мы двушечку можем еще под погоди 8 до 8 на 4 4 энергии нам достаточно потратить значит двушечку мы можем еще в роджера закинуть а вдруг получится они нафига нам это он же и так умрет о чем это я на улику надо стрелять а где выстрел в элико что же такое то я я потерял твой экспертный анализ хорош просчитался экспертный анализ стоит 3 не 2 косяк ну и чё теперь чего за ружьем сопли она же ее сопли на следующий ход значит теперь добьем а я бы так и так на следующий ход добивал только ведь и горит тащи я бы и так и так ребят только на следующий ход смог бы ее добить так что в принципе ничего не потерял ничего не приобрел дело против продавца свистков сдулась великий день для собак во всем мире ну что ж я думаю это будет великий день для всех зрителей в этом мире потому что я от души ребята сегодня я просто от души с удовольствием поиграл в эту игру надеюсь вы хоть немножко но переняли мое настроение и позитив не забудьте поставить лайк подписаться прокомментировать немножко какой-нибудь позитивной новостью этот этот видосик и до встречи следующих сериях кстати еще нужно добавить в плейлист и другу порекомендовать и в описании есть ссылка на группу вконтакте вот теперь пока